Всем привет! Вы на кухне канала Кукушоу, а мы сегодня с супругой гоняли на обе. Как вы знаете, приключение оказалось неудачным, но на обе там и были. Там гоняли, там катались, и тут были, и там были. И мест только мы попробовали, но рыбу поймать не смогли. И, кстати, хочу сказать, что когда рыба ловится, то ты даже не так устаешь, поскольку есть эмоции, и вот это все сопутствующее как раз ловит рыбалки самой по себе. А вот когда ты не ловишь, блин, выматываешься капитально, потому что пробуешь места, пробуешь какие-то берега, тут, там, оказывается, еще и неудача, которая нас постигла, мы потеряли подсак довольно дорогой, профессиональный. Но уж точно, что мы смогли получить от этого всего, это обалденное чувство голода. И сейчас я его удовлетворил. А сделаю я это обалденно вкусным шашлуком. Самое интересное, то что мы выезжали очень рано утром, и шашлыки в это время не продавались. Поэтому я купил просто кусок мяса. Он вообще такой, никакой, просто, никакой кусок просто свинячьего мяса. Но из него я сделаю бесподобно вкусные, просто сочные шашлыки. Как это произойдет, сейчас вы увидите. И к тому же это будет очень быстро. Развожу костерочек небольшой на бережку. И сейчас пойдем готовить мясо. Для ускорения процесса разжигаю костерок спичкой одной. Знаешь, что самое главное в шашлычном деле на берегу? Песок, чтоб мясо не попало. Да. Ну пошли мясо колотить. Подходи, налетай шашлык, разбирай. Чисто случайно я взял с собой молоточек для отбивания. Если его нету, подойдет по-настоящему другой любой молоточек, топор. Либо можно сорвать ветку, снять с нее кору и точно так же ей долбить. Но мне повезло, у меня есть молоточек. Так, кусок мяса. Как я и говорил, просто обычный кусок мяса. Что мы с ним делаем? Мы его сейчас развернем, чтобы он был тонкий и здоровенный, как блин. Для этого берем филейный острый ножик, но можно и вот таким вот охотничьим. Просто для ускорения процесса, потому что он есть. Значит, как мы его раскрываем? Смотрим внимательно. У меня попался вот такой плоскодон. Смотрите, он уже тут напрашивается прям. Значит, берем мы этот плоскодон, вот так вот. И давайте в выборочном месте, где будет? Ну давай вот тут вот. И режем поперек. Но не прорезаем до конца. Вот, смотрите. Вот теперь это большой шмат, цельный шмат мяса. Так, в моем случае у меня есть еще возможность его еще раскрыть. Вот так вот. Ну в общем, вот такой кусок. Вот такой вот. Ну а теперь переходим к дикому отбиванию этого здоровенного куска мяса. Понимаете, когда мясо маринуем, мы пытаемся же сделать его более мягким, более нежным. В нашем случае, поскольку у меня просто кусок мяса, и я его сразу буду готовить, у меня такой возможности нет. Вот, соответственно, я и отбиваю для того, чтобы мясо придать нежность. И взбить его волокна, и тогда он будет более вкусный. Кстати, еще для чего маринуется мясо? Чтобы оно пропиталось специями. В нашем случае, опять же, мы не можем этого достичь, поскольку ограничены во времени. Поэтому мы специи сюда добавим прям вовнутрь. Так, достаем специи. Солька. И, конечно же, черный перец. Так, у меня с прошлых наших выездов есть остатки углей. Воспользуемся. Обожгем решетку. Какая-то она чуть-чуть грязненькая, с прошлых рисков осталась. Решетка обжигается. Делаем шашлык. Сейчас смотрим. Короче, заворачиваем этот рулетик. Крутим, вертим. Тем самым наши специи, как вы уже догадались, остались внутри этой колбасы. Соль, перец, все там. Вот такая у нас получилась колбаса. Ну, вот берем так край. Ну, вот он, допустим. Сколько будем? Два пальца. Острый ножик обязательно только, чтобы он... Понятно, что крайний он будет такой, как у колбаски, знаете, натуральный крайний, она с пипочкой такой вот. Ну, тоже нормальный кусок мяса. Вот, смотрим. Здесь уже намного красивее. Видите, какой срез обалденный. Все, режем вот так вот. Так. Короче, во время жарки мясо, слово прикольное, сплавится. И кусок разваливаться не будет почти. В решетке он же зажат. Так что, такой проблемы не будет. Вот у нас такое получилось дело. Оп, зажали. И пошли на огонь ставить. Все, ногорело. Угли сформировались. Вот такие раз, гильдяйные, конечно. Врать не буду. Но это же экспресс шашлык. Они другими тут быть не могли. Так. Все, готовим. Ну, как раз температура не сильная. Кстати, тоже многие ошибаются. Когда шашлык ставят при максимальной температуре. Когда угли аж ярко-красные. Так делать нельзя. Лучше подождать, чтобы они хотя бы белым пеплом такие все покрылись. Потому что иначе мясо может просто сгореть. Так что у нас здесь, но это чисто случайно. Угли самое то. Четко. Десяточку. Ну что, Вера. Похоже это на топ легчайших рецептов. Ну да, если есть под рукой один муж. Это очень даже легкий рецепт. Так. Ну куда же есть мясо без овощей? Это вредит нашей фигуре. Ну и еще приводит к повышенному расходу мяса. Поэтому овощи также идут к нам на стол. Подсолим овощи. Ага. Ну вот, товарищи, мне кажется, проще уже некуда. И поверьте, вкус будет обалденный. Ну а во-первых, здесь даже можно не дожидаясь готовности понимать, что мясо отбивное, соответственно, более мягкое. Специи в нем внутри, поэтому оно ярким вкусом обладает. Сейчас мы, конечно, доготовим. Вы сами все увидите. Но это, блин, а что увидите? Как мы будем прицепить языком? Как шаурмешка. Ага. Если мясо с ножа, ты не ел мне куска. Это лишнее. Ой. Я предлагаю середину выложить в 4 куска и уже начать лопать. А эти смесить к середине и поставить обратно. Действуем. Да, кстати, вот увидите начинку моей походной сумки. Кстати, точно, давай похвастаюсь. Походная сумка. Это должна быть небольшая сумка, потому что, чтобы не было искушения, добрать очень много всего ненужного. Здесь все должно быть компактно. Вилки, ножики, соль, перец, оттуда рюмки набор, пару стаканов, пару кружек. И вот такой набор посуды, который прям может всех удовлетворить. Сахар. Четыре миски железных. Две миски большие железные, которые еще и с крышками. На суть того, если ты что-то захотел забрать домой. Вот мы в них и будем выкладывать, потому что навряд ли мы прям все с тобой. Как я и говорил, куски склеились. Видите, этот кусок даже не захотел разваливаться. Думаю, что он настоящий кусок мяса. Видите? Смотрите. То есть нет проблемы, что... Типа эти улитки разложатся. Нет? Смотрите, видите, куски я сдвигаю. Они реально верно. Ну согласись, да? Как будто он и был настоящим куском цельным. Заметь, ни один кусок не попытался развернуться или что-то там сбежать. Все куски как у себя дома. Все, ставим это обратно. Опа. Все. Это пусть. Пусть доготавливается. Мы пошли пробовать. Берем вилочку. Берем ножик. Раз. Повторюсь еще раз. Куски не будут разваливаться. Они будут думать, что они цельные куски. Поэтому, видите? Не хочу просто давить в тарелке, царапать ее. Вон все прожарено. Ох. Ой-вей. Как вкусно. Ребятки, ну что можно сказать? Жареное мясо на костре. Отбивное жареное мясо. Жуется прекрасно. Никаких проблем. Вкус обалденный. Единственное, соли можно было добавить чуть больше. Ну, сами понимаете, тут чуть на глаз. Плюс. Никто не мешает добавить соус. Готовый уже шашлык. Сейчас добавить, там, достать майонезик или острый какой-нибудь перчик. Ну, соус. И это все скрасить. Короче. Вот вам рецепт обалденного, простого, вкусного блюда. Самое главное, повторюсь, если вот так вот не получается купить готовый шашлык, или просто, если хотите удивить, вот вам вариант. Сразу мясо можно сделать еще тоньше. Отбить вообще до состояния, знаете, лепешки. Потом свернуть эту лепешку, и тогда будет просто оно, ну, на губах таять. Ну, что на этом можно еще добавить? Наверное, все. Сейчас перекусим. Если хватит сил, еще чуть попробуем порыбачить. Но это для другого видео, которое будет на канале Кулышоу. А на этом канале у нас только мужичайшая походная кухня. Товарищи, все. Всем приятного аппетита. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok